Медиагруппа «Авангард» представляет Сегодня поговорим немножко о маркировании документов, вообще жизненном цикле документов в организации. Мы уже научились к 2020 году финансовой организации, госкорпорации и иные участники рынка информационной безопасности обладать экспертизой в установке, в пользовании СИЭМ, ДЛП-систем. Но все равно утечки на систематическом уровне происходят. И контролировать этот канал практически не получается ни у кого. Попробуем объяснить свой подход к тому, как мы решаем этот вопрос. Понравится вам он или нет, вопрос такой спорный, потому что он решает поставленную задачу, а дальше уже решать вам, стоит ли этим заниматься или нет. Немножко о компании, наш подход к реализации, что мы вообще представляем за платформу, какие у нее есть функциональные возможности, какие требования она закрывает с позиции Центробанка, с позиции финансового рынка, с позиции коммерческой тайны, персональных данных и всего остального. Какие результаты мы видим от внедрения в организациях, в которых мы уже стоим и показываем, как это все работает. Ну и дальше уже какие-то проблемы и вопросы от вас. Небольшая историческая справка. Компания CrossTech Solution Group отделена от материнской компании совсем недавно. Занимаемся мы вопросами именно маркирования документа оборота и жизненным циклом файлов довольно длительное время. У нас с собственностью полностью российская разработка, ничего заимствованного нет. Все в реестрах Минкомсвязи, есть сертификаты в стеках и все остальное. В этом мы, скажем так, собаку съели. Подход. В общем-то, все занимаются чем? По большей части занимаются кибербезопасностью, занимаются безопасностью организации, но мало кто занимается безопасностью именно самого документа. Контентного анализа его, что это за документ, куда он ходит, как он живет, какую жизнь проходит от момента открытия в райтера, ворда или чего-то еще, в PDF и до того момента, как он куда-то пропадает в сеть. Наш подход связан с тем, что мы сначала должны определить, что это за документ, в автоматическом режиме, в полуавтоматическом, вовлечь пользователя в, скажем так, его классификацию, для того, чтобы пользователь принял на себя ответственность конкретно, что за документ, как он с ним работает, когда его создает, что это за категория документа, что с ним дальше. Разграничить доступ к определенному типу документов внутри контура организации, ну и в крайнем случае, если это куда-то идет за пределы, то зашифровать документ и не дать ему, скажем так, убежать дальше в сеть. Наша платформа DocSecuritySuite – это, скажем так, платформа управления полным циклом прав доступа к электронным документам на основе мета-конфиденциальности. Все кроссплатформенное, Windows, Linux, никаких ограничений особо нет. Как говорила, собственно, российская разработка. Практически все типы файлов, которые ходят так или иначе в организации с важными метками служебные документы, конфиденциально, гостайны и так далее, какой-то экзотики не видели пока, то есть прям совсем. Это в основном Word, Libra, OpenOffice и все остальное. В принципе, со всем этим умеем работать. PDF, естественно. Концепция. На первом этапе, назовем это пирамидой Маслов, лежит принцип того, что нам нужно отклассифицировать то, с чем мы начинаем работать. Насколько это критичный документ, это могут быть персональные данные, это может быть служебная информация, коммерческая тайна, протокол, какой-то приказ и так далее. И пользователь на этапе создания документа должен сам принять решение, поставить метку, без которой этот документ дальше просто не начнет свою жизнь. То есть система автоматически ему запрещает любые последующие действия после этапа создания этого документа. То есть сохранить, что-то с ним сделать невозможно, пока ты сам не примешь решение, что с ним конкретно, какую метку конкретно ему назначить. Разграничение доступа на основе меток, соответственно, создаются правила, которые в организации разграничивают доступ тем или иным структурам, документам и позволяют конкретным отделам, подразделениям работать с конкретным типом документов. То есть если бухгалтерии не нужно знать о условиях, например, сделки, там нужны только суммы, а условия юридические совершенно не нужны, то они получат доступ только к той части информации, которая необходима. Шифровальня, как я и говорил, если документ вытекает за контур и что-то с ним происходит не так, в принципе, тут уже территория DLP-систем, но в принципе мы решаем это своими базовыми вещами. Уникализация. Тот тип задач, который наиболее яркий в текущих реалиях, когда создается документ, и его фотография утекает в сеть. Как нам точно найти конкретно, кто взял этот документ, его, так скажем, слил в сеть, и как нам распознать, кто это был конкретно. И проведение аналитики. То есть создавать платформу, которая сама все делает и не дает ответа, как, что и почему, это довольно бесполезно. Для службы информационной безопасности нужно как минимум проводить аудит, смотреть в аналитические сводки, показывать, что не так, где какие каналы и все остальное. В общем, это все объединяется в нашей платформе. Состоит она из нескольких модулей. Самый первый, естественно, модуль, который был разработан и на его основе создано все остальное, это модуль маркирования. Модуль уникализации и модуль шифрования это уже прицепились в процессе эксплуатации заказчиками. И сейчас мы находимся на этапе разработки модуля автоматической классификации, когда по контентному анализу документа система сама решает конкретно, что это за документ, какой у него гриф, сама назначает автоматическую метку. И дальше уже контроль пользователя, он уже начинается с момента, когда он заходит в систему. Модуль маркирования. Как я говорил, умеем работать практически со всеми типами документов, представленных в организации. Это могут быть как визуальные метки, как скрытые метки, обогащение файла информации, но без того, как вы создадите конкретную метку и присвоить ее документу той или иной значимости, вы не сможете работать с этим документом. То есть система автоматически приучает пользователя к осознанию информации, с которой он работает. Даже если он открывает документ и пытается поменять метку, система, естественно, все это отображает, и там дальше будет видно. Уникализация экрана. Когда та задачка, с которой приходят и говорят, что мы не понимаем этот канал, по которому происходят потери этих электронных документов, мы хотим точно знать и ответить на вопрос, кто конкретно в организации занимается деятельностью по инсайту. Вот один из модулей нашего АПО помогает встроить скрытый код в Word-овские, Libra-овские документы и на конечной точке сказать точно, что человек, который работал в последней сессии с этим документом, и если он его сфотографировал, есть более-менее 12-13 строчек текста, можно с абсолютной точностью сказать, что это был он. Каждый раз в документ зашивается сит пользователя, сессия работает, плюс система все это протоколирует, получается такой маленький-маленький CM для документов. Модуль шифрования. Понятно, что внутри контура реализация довольно простейшая, внутри контура организации, когда определенному типу пользователей поставляется файл в контейнере, и он просто не может его открыть, потому что на данной машине не имеет прав доступа в соответствии с Active Directory, с DAP-каталогами и еще чем-то. С другой стороны, если документ начинает пересекать определенную границу, он шифруется в контейнер, и открыть его уже во вне организации не получится, так как ключа у вас просто не будет. Я еще раз говорю, что здесь мы ступаем немного на свою территорию, но до такого функционала тоже закрываем. Разграничение прав доступа. Как я говорил, конкретный человек получит конкретный документ, и с определенным типом метки просто его не сможет открыть. Никаких вариантов взять и переместить этот файл дальше внутри контура и посмотреть на чужом компьютере не будет, потому что система в любом случае запротоколирует все эти действия, и по цепочке всегда можно размотать в обратную сторону, скажем так, зачем этот человек пытался обратиться к этому документу. Аудит, проведение контроля действий сотрудников со всеми документами в организации, это такая базовая вещь, которую может проводить любой офицер службы информационной безопасности. То есть сохраняется полное древо работы с документом от этапа его создания до этапа его последнего открытия и вообще его какой-то конкретной жизни. Это необходимо, все это понимают, и мы это реализуем в очень удобном консольном виде. Наследование принципов нашего любимого, о чем мы говорим, весь форум блокчейна, то, когда файл, например, создается копия файла, выдергивается текст, создается новый документ, это все не теряется в цепочке, и получается родитель документ, дальше наследник и так далее. В любом случае, контентный анализ и анализ самого документа выведет вас на первого пользователя, которого создавал, и пользователей, которые с ним работали. То есть это все не теряется, все сохраняется. Соответственно, требованиям есть наш любимый гостер о безопасности финансовых операций, есть определенные процессы, федеральный закон о перстданных, о коммерческой тайне, есть порядок обращения со служебной информацией. В принципе, под всем требованиям мы подходим, и система довольно хорошо умеет обогащать текущие системы, установленные в организации, в частности, DLP, CM. В некоторых организациях даже в наш ГУИ не смотрят, они смотрят уже на конечные события в CM-системе и помогают именно работать с документами в организации, не просто с событиями, а именно с конкретикой, с пользователями. Результаты от внедрения, которые мы получаем от наших заказчиков, и что вообще дает решение данных задач, это как минимум возможность проведения расследования, когда к вам прибегают в очередной раз и говорят, вот тот документ, который ушел, найдите хотя бы 10 человек, кто последний этим занимался. Если документ утек на флешке, еще на чем-то, это, конечно, граница DLP. Если документ утек в фотографии, тут уже никто не скажет, мы скажем. Разграничение прав доступа к конкретным документам, конкретных сотрудников, конкретных отделов, обогащение систем, ну а, собственно, рядовому персоналу это прямое вовлечение в процесс работы с документами, принятие осознания работы с коммерческой тайной, с гост-тайной, со всем остальным. Тут уже скорее кейс, который мы решали, и вопросы, которые вы можете задавать. Где-то это требования, где-то это реальное предотвращение, где-то это просто необходимость учета всего того, что есть в организации. Но в любом случае мы решаем эти задачи и приглашаем вас на стенд. У нас там есть демонстрация в основном зале. Можем поговорить там более детально о какой-то вашей проблематике, если вы с ней сталкиваетесь. Ну, на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»